Сейчас главная арена региона, стадион труд, лишь отдаленно напоминает спортивный объект. Повсюду горы песка, канавы и много тяжелой строительной техники. Но всего через пару месяцев, как обещают строители, на этом месте будет идеальный травяной футбольный газон с подогревом. Сорвать сроки не сможет даже река Симбирка, которая грозит своими подземными водами. На глубине 3,5 метров строится кольцевая дренажная система, которая будет отсекать вот эти родниковые воды, значит, то, что идет из-под суммы, из-под контактера. Воездное совещание под руководством губернатора Сергея Морозова включает в себя не только вопросы реконструкции стадиона труд. Также особое внимание уделяют Центру художественной гимнастики на проспекте Олимпийский. Здесь пока только завершились земляные работы и идет подготовка к закладке фундамента. Со дня на день начнут забивать сваи. Завершить строительство планируют в сентябре 2019-го. Аккурат к российско-китайским молодежным играм. Будет 4 площадки, то есть 4 ковра, один основной соревновательный и три разминочных. Раздевалки уже специально сделанные для детей, удобные. Будет гостиница на 20 мест, столовая. При этом, как заверяют власти региона, в ближайшие два года темп строительства и реконструкции спортивных объектов в области не снизится. В планах строительства бассейнов в Индии и Ишеевке, спорткомплексы «Союз» в Ульяновске, а также капитальный ремонт фоков в Молловке Меликенского района и поселке Мирном Чердоклинского района. Михаил Сашанский. Новость ульянской правды. Новость ульянской правды.